МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С основными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты. И я, Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Новые объекты. В Чебоксарах строятся детские сады и жилые микрорайоны. Их призвала Россия. В Чебоксарах открыли мемориальный комплекс воинам, погибшим в локальных конфликтах. В здоровом теле здоровый дух. Готовились к соревнованиям, тренировались, бегали. В Новочебоксарске прошла 22-я лихоатлетическая эстафета на призы газеты «Грани». Сегодня глава Республики побывал с инспекцией сразу на двух строительных площадках. Кортеж Михаила Игнатьева остановился на территории будущего детского сада и в новом микрорайоне на окраине столицы. Удастся ли возвести данные объекты в срок? Этот вопрос глава региона задавал подрядчикам. Все описывали радужные перспективы. Дмитрий Ковалев продолжит тему. На строительной площадке будущего детского сада пока работ не в проворот. Здание уже возведено. Сейчас здесь начали штукатурить стены и прокладывать коммуникации. Двери садика должны распахнуться уже в конце августа. Это крайний срок. Возможно, новоселье здесь отметят и еще раньше. Подрядчики отмечают, что проблем при строительстве у них не возникает. Они воплощают в реальность самые смелые планы проектировщиков. К примеру, продумали до мелочей дизайн фасада. Пять блок-секций, а каждый блок-секций свой цвет имеет. Значит, это немножко такой, это такой, такой. То есть садик у нас проектанты были. Это классика арт. Баранова там архитектор. Вот она запроектировала, чтобы он нарядный такой был. На строительство детского сада из бюджета будет выделено более 100 миллионов рублей. Четверть этой суммы подрядчикам направили уже в прошлом году. Здесь будет создано почти 300 мест. Главе республики показывают на проекте своеобразное ноу-хау. Дворовая территория поделена на три части. Малыши и дошколята будут прогуливаться на разных площадках. Вот эта площадка будет уже дошкольная. А эта площадка будет для взрослых, более-менее. Вот эта сама площадка. А, да, еще кроме этой спортивной площадки. Вообще детский сад на улице Пирогова будет выгодно отличаться от других. Хотя бы тем, что расположено на нескольких метрах от залива. Из окон будет открываться потрясающая картина. Но главное, чтобы детский сад огранично вписался в эти пейзажи. Это новый район, центральная часть Чебоксар. И именно ее первым делом оценивают гости города. Да, подрядчики уверяют, по своей красоте здание ничем не будет уступать ближайшим высоткам. Но думают не только о пейзажах. На территории возведут индивидуальную котельную. Будет питаться уже, то есть у нее будет свое отопление, своя горячая вода. Мы на сегодняшний день уже провели сюда сети, водопроводные сети провели, канализацию. И ливневую канализацию сделали. Преобразится в ближайшие годы и окраина северо-западного района. В планах у строителей ледовый дворец, торговые центры, современные паркинги. В этом году здесь дадут очередной жилой дом на 450 квартир. Запланированные графики не должны сдвинуться. Проблем с доставкой материала не возникает. Подрядная организация возводит здание из кирпича, который производится в Чувашии. Медрик Валев и Сергей Рябчиков. Республика. Сразу после посещения стройплощадок в Доме правительства состоялось совещание, где подвели итоги строительства за первый квартал 2014 года. Министр строительства Олег Марков сообщил, что в этом году введено в эксплуатацию почти 57 тысяч квадратных метров жилья, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А вот с переселениями граждан из аварийного жилья город столкнулся с рядом проблем. Основной проблемой переселения граждан из аварийного жилья, да и в целом реализации государственных жилищных программ на сегодняшний день является высокая стоимость жилья на рынке. В связи с чем у администрации районов и городов возникают трудности приобретения жилья по ценам, устанавливаемых для социальных программ. Торги зачастую объявляются по несколько раз. К примеру, в Козловском, Марпасадском районах, в городе Шумерли, аукционы объявлялись по три раза. В городе Чебоксаро аукцион объявлен уже четвертый раз. Одной из причин завышенной стоимости жилья на рынке является также скупка риэлторами жилья на перевышенном рынке для последующей их перепродажи. Таких организаций, я имею в виду крупных, в республике только порядка около 60, которыми приобретается у застройщиков порядка до 30% нового жилья и перепродается с наценкой от 6 до 10% за один квадратный метр. Или практически на 150-300 тысяч рублей дороже, чем у застройщиков. Сейчас администрация города Чебоксар вопрос прорабатывает. Думаю, что в ближайшее время обязательно будет аукцион все-таки состоявшийся и будут определены и найдены решения по выходу из сложившейся ситуации. Во время конфликта на Северном Кавказе из Чувашии в этот регион отправились почти 7 тысяч человек. 156 из них остались там навсегда. Сегодня в Парке Победы открыли монумент воинам, погибшим в локальных конфликтах. Мы подвергались обстрелам, но в то же время не прятались, отстреливались. Вот это первое потрясение. Когда мне было 18 лет, я еще, можно сказать, девчонку-то не целовал, а тут меня стреляют. Вот это были мои первые потрясения. Такими же мальчишками, как Павел, были тогда и те, чьи имена теперь высечены на мемориальных досках. Их родные говорят, праздник со слезами на глазах – это не только День Победы. Неоднократно матери тех, кто погиб, сражаясь в горячих точках, обращались с просьбой увековечить память воинов. И вот монумент готов. Нужен памятник не тем, кто не вернулся с войны, а живым, чтобы уроки истории не забылись и не прошли даром. Иначе украинский сценарий утверждают те, кто пришел сегодня в мемориальный парк. У меня в Симферополе живет сестра. Ей уже 83 года. 63 года там она живет. Там у меня и тетя жили, там все. Там у меня два племянника. Я считаю, что это преступление именно 21 века. Ну так, это вторая хатынь. Потому что сейчас уже говорят о том, что наши, которые защищали Россию, СССР раньше, они говорят, что мы боялись больше не фашистов, а боялись больше бандеровцев. Пока в соседней стране памятники разрушают, в России будут их открывать. И это тоже поддержка нашему братскому народу, отметил глава республики. Молодое поколение, наши внуки, внучки, наши дети, приходя сюда, видят вписанные фамилии, которые погибли в их родословии. Это имеет очень значимое воспитательное, духовно-нравственное значение. Я благодарен всем тем неравнодушным людям, благодарен тем, кто оказывал спонсорскую помощь. Мы делали эти благие дела, и мы будем делать. Поблагодарили живых, почтили память погибших. Самое главное, чтобы никаких имен вписывать больше не пришлось. С этим умыслом места для новых фамилий решили не оставлять. Ольга Пырочкина, Евгений Анисимов, Республика. В ночь с понедельника на вторник в Комсомольском районе произошло крупное ДТП, жертвами которого стали три человека. Среди погибших полицейский и сотрудник следственного комитета. Инцидент произошел в первом часу ночи. ВАЗ-2111, которым управлял 30-летний местный житель, столкнулся лоб в лоб с Тойотой Королло. За рулем иномарки был оперуполномоченный МВД Почуваши. От удара оба водителя погибли на месте. Кроме того, погиб и пассажир Тойоты, который работал старшим следователем Батревского межрайонного следственного отдела следственного управления. Второй пассажир иномарки, сотрудник полиции, госпитализирован с различными травмами. Следственный комитет возбудил уголовное дело. По факту дорожно-транспортного происшествия Батревским межрайонным следственным отделом следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Водитель и пассажиры автомобиля Тойота Королла возвращались в производство следственных действий по уголовному делу об убийстве, совершенном на территории Комсомольского района. В следствии в настоящее время рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе и нарушение правил дорожного движения со стороны одного из участников дорожного движения. О промежуточных итогах региональных авиаперевозок рассказал сегодня генеральный директор Чебоксарского аэропорта Александр Жернов. Сегодня уже можно сказать, что пилотный проект, задуманный на территории Приволжского федерального округа, состоялся. Конечно, в каждом регионе были свои особенности. Не все, что планировалось в силу обстоятельств, удалось реализовать. Но Чувашия в течение нескольких месяцев успешно осуществляла перевозки в Уфу и Самару. По загрузке среднее на данный момент, где-то получается из 9 пассажирских мест, на Уфу среднее количество пассажиров 6-7, на Самару в районе 4. Вот такой пассажирпоток существует, но я думаю, это, конечно, при такой загрузке, думаю, оправданно. Несколько российских авиакомпаний планируют в летнем сезоне открыть еще ряд направлений в Турцию и в Сургут. С авиаперевозками в Крым все гораздо сложнее. Мы ведем переговоры с авиакомпаниями, потому что вы знаете, что в нашем аэропорту своих самолетов нет, своей авиакомпании нет, поэтому мы чисто зависим от внешнего фактора. На данном этапе эти перевозки получили развитие из городов-миллионников, был правительством Российской Федерации определены, то есть, так я понял, центры были определены наиболее, так скажем, массовое проживание наших жителей, то есть, ну, как все понимаем, города с большим населением больше миллиона. И, естественно, из данных городов данные перевозки субсидировались. Как вы слышали, билет эконом-класса не дороже 7,5. Поэтому здесь у нас по соседним это Казани, выполняем перелеты Нижний Новгород и с такой плотностью еще и Чебоксары, что появились, ну, как-то, наверное, на данном этапе нереально. Он родился еще 700 лет назад и с детства готовил себя к особой миссии. К 20 годам решил постричься в монахе. Речь о Сергеи Радонежском. Его православная церковь почитает в лике святых как преподобного, то есть угодившего Богу монашеским подвигам. В Чебоксарах появится храм в честь этого святого. Сегодня осветили место строительства. Это пока здесь только забор и трава. В ближайшем будущем между художественным музеем и Домом Союзов вырастет большой соборный храм преподобного Сергея Радонежского. Высота более 40 метров, он будет вмещать тысячу человек. Сегодня место будущего строительства осветили. Наша задача, воспитывая молодое поколение, подняв этот храм, помня об истории, должны воспитывать молодое поколение в духовно-нравственном воспитании, чтобы у них была присуща любовь к своей земле, любовь к своим окружающим и от этих добрых дел они свершали еще добрые дела. Так называемый нулевой цикл, то есть подготовку площадки и земельные работы планируется закончить к 2015 году, когда Чувашию посетит патриарх в Сея, Руси Кирилл. Участок подстроительства выделил город, а вот с финансированием не все так просто. В бюджете города такой строчки невозможно заложить на строительство храма. Какие-то средства мы, наверное, изыщем, но все-таки, я думаю, что строить будем это всем миром. Наверняка, скажем, церковь тоже сама какие-то средства будет вкладывать. Поэтому здесь будут источники финансирования самые разные. Конечно, депутаты городского собрания, депутаты госсовета и все неравнодушные люди, я уверен, что помогут. Иными словами, одними молитвами здесь не обойтись. Нужна финансовая поддержка, отметил митрополит Чебоксарский-Чувашский. Ну а первые взносы на строительство народным избранникам и представителям правительства он предложил сделать сразу же. Ольга Пырочкина, Евгений Анисимов, Республика. К другим новостям. Сегодня на Красной площади прошла генеральная репетиция торжественного марша ко Дню Победы. Позади несколько масштабных тренировок. Даже в дождь и холодную погоду они на площади оттачивают все до мелочей. Репетиция Парада Победы. Возможность еще раз проверить, все ли сделано как надо. Все знают свои места и свою очередь. Именно так приставы за спасателями, военные за полицейскими пройдут по Красной площади 9 мая. Торжественным маршем в День Победы пройдут более тысячи офицеров. Многие из них принимали участие в боевых действиях. Парад как будто экзамен. Здесь важна малейшая деталь. Шаг в шаг – четкое попадание в такт музыки. Кроме того, в этом году парад рассматривают как генеральную репетицию к параду юбилейному. Мы будем пробовать какие-то новшества. Они немножко не то, чтобы в секрете, но погода мешает, авиации здесь немножко будем добавлять. Будем элементы добавлять, но сейчас рано об этом говорить, потому что еще сегодняшняя репетиция, завтрашняя репетиция и 8-го резервный день, возможно, и 8-го еще будем заниматься. Во всех школах республики в эти дни проходят уроки мужества. Ветераны приходят к школьникам и рассказывают о Великой войне. Провели такой урок и в школе номер 3. Праздник для детей организовали сотрудники регионального управления ФСБ. Столичную школу номер 3 и служба безопасности связывает давняя дружба. Здесь работают музеи имени Рихарда Зорги и воинов-дальневосточников. Еще в середине 60-х годов, когда школа стала собирать документы о советском разведчике, управление помогало школьникам. Уже 40 лет ребята выезжают на экскурсии, в том числе и в Москву, где также есть школа, носящая имя Рихарда Зорги. Попускники учебного заведения часто поступают в военные училища и получают специальности, связанные с обороной нашей Родины. Уроки мужества, концерты ученики и ветераны делятся своими эмоциями и воспоминаниями. Такие военно-патриотические уроки проходят в школе каждый год. В этом году встречи со школьниками носят особенный характер с учетом политической ситуации в соседних странах. Что происходит тогда, когда забывается собственная история, когда черное пытаются представить белым, а белое черным, мы можем видеть на примере сегодняшней Украины, на примере сегодняшних стран Прибалтики, когда поднимают голову фашистские недобитки, проводят там свои парады, а истинные победители Второй мировой и Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной войны подвергаются гонениям вплоть до избиений. Плодотворный труд и здоровый образ жизни. Такого правила придерживается всю свою жизнь ветеран Великой Отечественной войны Николай Никитин. На днях он отметил свое 97-летие. Но, несмотря на довольно солидный возраст, ветеран по-прежнему бодр и полон сил. Его жизнелюбию можно только позавидовать. Лесник, пчеловод, охотник. Удивительно, но все это об одном человеке. Родился Николай Никитин в селе Ямашево Канарского района. С детства активно занимался спортом, закалялся. В первые дни Великой Отечественной 24-летний Николай, будучи командиром разведывательного взвода, чудом выжил во время боев за город Тихвин. После долгого лечения был направлен на Второй Украинский фронт. За подвиг в боях на дне при нашего земляка наградили Орденом Славы Третьей Степени. Николай Никитич воевал вплоть до 1945 года, пока не был еще раз тяжело ранен и комиссован из армии. Воевал, был не один раз ранен. У него до сих пор в голове остаются вот эти осколки немецких снарядов. После фронта Николай Никитин вернулся в родное Ямашево. Боевого фронтовика в колхозе назначили бригадиром. Затем много лет трудился в лесничестве. В родном селе его все знают, любят и уважают. Николай Никитич не любит считать свои года. И не устает повторять, что с каждым годом в душе становится только моложе. Не может сидеть на месте, до сих пор помогает вести хозяйство. Ни на минуту не теряет интереса к жизни. Ну а самым важным достижением жизни ветеран считает свою большую и дружную семью. Главная гордость – дети, внуки и правнуки. Олесь Русакова, Сергей Рябчиков, Республика. Пятый год в Чебоксарах проходит конкурс «Национальное достояние». Его участники поют, танцуют, декламируют стихи, играют на музыкальных инструментах. Тему продолжит Мария Шоклева. У конкурса «Национальное достояние» нет ограничений. На одной сцене выступают и малыши, и взрослые артисты. Жюри оценивает даже заочные выступления, присланные по интернету. В этом году среди двух тысяч участников были и жители Таиланда. Главная задача фестиваля – показать разнообразие культур. Поэтому основная номинация конкурса называется «Патриоты отчизны». «Национальное достояние» – это те дети, которые сегодня живут в России, и которые завтра будут возглавлять наши страны, наши города, наши республики. Поэтому это достояние – это то, что завтра засверкает яркими искорками, яркими звездами. Сегодня дети здоровы, сегодня дети счастливы от того, что они занимаются искусством и творчеством. Одни из самых юных участников конкурса – ребята из студии «Ветерок». Для них это первое выступление на большой сцене. Но мальчики и девочки уже знают, что надо делать, чтобы стать победителями. «Петь красиво, не баловаться, не баловаться и красиво петь». «Красиво двигаться и петь, и танцевать». «Там нельзя есть сладкое, орехи, в основном тушеное, можно есть как на диете». А это уже секрет хорошего выступления юной артистки из Владивостока. «Ну, конечно, рассчитываю на лауреата второй хотя бы степени». «У нас строгая, справедливая жюри, но те дети, которые занимаются хореографией, они очень это все видят и понимают. Они видят друг друга, и нам ошибки они не дают делать. И поблажек тоже». Победители конкурса «Национальное достояние» получают не только дипломы и подарки, но и шанс стать участниками других известных конкурсов «Новая волна» и «Голос дети». Мария Шоклева, Андрей Шоклев, «Республика». Красота. Среди бегущих первых нет и отстающих. Так пел легендарный Владимир Высоцкий. Герои следующего сюжета тоже считают главной не победой, а участием. Поэтому, наверное, в легкоатлетической эстафете на призы газеты «Грани» в Новочебоксарске приняли участие более полутора тысяч человек. По информации организаторов, такое количество спортсменов побило достижения всех предыдущих эстафет. Командные соревнования прошли на центральном стадионе города Спутника. Легкоатлетическую эстафету газета «Грани» проводят уже 22-й год подряд. Здесь бежали все. От самых маленьких воспитанников детских садов до самых взрослых. Команд предприятий, организаций, учреждений и учебных заведений городов и районов республики. Семейные команды и команда ветеранов. Обязательным условием для смешанных команд было участие одного человека в возрасте 35+. Высокие гости и представители администрации города Новочебоксарск провели вип-забег. Самое главное, что сегодня на этих дорожках все те, кто хочет быть сильным, здоровым, смелым. Счастья вам, здоровья и больших-больших побед. Не только на дорожках, а в жизни. Болели азартно. Творческие коллективы весь день подбадривали спортсменов и болельщиков. Команда детского сада «Непоседанного» Чебоксарска участвует в эстафете каждый год и всегда показывает хорошие результаты. Конечно, сложно это было в конце. Ветер сегодня очень сильный. Ой, дует прямо в лицо. Очень хорошо было бежать в начале, а вот где-то в серединке уже тяжело. А так готовили к соревнованиям, тренировались, бегали. В этом году фору всем воспитателям дала команда Чебоксарского 126-го детского сада. А среди учителей первой стала смешанная команда 19-й школы. Тем не менее, все участники выкладывались на дистанции в полную силу. Из последних сил. Уже когда тебя обгоняют, это очень тяжело бежать. Во-первых, психологически давят на тебя, то, что тебя догоняют. Во-вторых, не хочешь свою команду подводить, поэтому очень тяжело бежать. Команда ОВД по городу Новочебоксарск выполнила свою задачу, говорит Евгений. В соревновании смешанных команд среди силовиков они финишировали первыми. Могли меня, конечно, догнать в конце, но не дал, поиграл. Не мог вот проиграть, потому что все первые были. Все победители и номинанты 22-й легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Грани» получили дипломы и призы. А всех самых маленьких участников наградили сладкими подарками. Татьяна Трофимова, Сергей Рябчиков, Республика. Таким был этот вторник глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире уже завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова